Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Говорят, готовься они летом, а телегу зимой. Телегу в этом году мы начали готовить вовремя. В Нижегородской области полным ходом идет подготовка к посевной. О том, что мы будем в этом году сеять, как мы будем это сеять, и что новенького будет расти на нижегородских полях, мы вам сегодня и расскажем. Это съемки десятилетней давности. Ремонт сельскохозяйственной техники. Основные инструменты – лом, кувалда, да крепкое русское слово. Сегодня такую картину редко в каком сельхозпредприятии встретишь. Но нет, конечно, технику в хозяйствах по-прежнему ремонтируют, поскольку старые машины или трактор используются на каких-то внутрихозяйственных работах. Например, семена от сушилки до склада довезти или рулон сена к ферме подбросить. Но все же во многих хозяйствах сегодня совсем другая техника, которую тракторист уже не ремонтирует всю зиму. Тракторист сегодня там не может и залезть в этот двигатель. Поэтому те организации, которые у нас продают, а у нас вот таких капитальных, я считаю, надежных, в области 6, они имеют сервисные центры. И я знаю, что и отзывы есть положительные, всякие отзывы есть, но я пока слышал больше всего положительных отзывов. Когда выезжает на место, значит, быстренько делают регламенты. Это, во-первых. Во-вторых, заменяет, если узловой момент. Сейчас способ работы идет узловым. Двигатель снимается, увозится и все. Да, техническое обслуживание и ремонт современной сельхозтехники сегодня проводят специализированные организации. У них и спецоборудование, и склад запчастей, и специальные передвижные ремонтные летучки, и, в общем-то, если опять вспомнить недалекое прошлое, лет 10 назад сельхозпроизводители боялись этого, считали, что лучше все делать своими силами, и надежнее, и деньги сэкономишь. А сегодня все более охотно идут на это. Поготовка к зиме, к весеннеполевым работам изменилась кардинально. Мы в прошедшем году, в 2013, сделали глобальную модернизацию нашего производства, приобрели высокопроизводительную функциональную технику, джандиры, косилки-бабушки, пресс-подборщик. То есть техника очень надежная, и она требует своевременно технического обслуживания. Это самое главное – замена масел, фильтрующих элементов. И основной упор подготовки к весеннеполевым работам заключается в этом, к своевременной вызову технических специалистов. Еще одна новинка последних лет – обязательная составляющая подготовки к весеннеполевым работам – учеба механизаторов. Чтобы современная техника весь сезон работала без сбоев, ее нужно правильно эксплуатировать. Этому и учат. Очень многое зависит от прокладки между сидением и рулем. То есть людей тоже надо готовить, людей надо обучать, и чтобы эта техника работала с полной отдачей, ну и, конечно, ее не калечить. Учеба механизаторов сегодня идет по всему фронту. Их обучают на базах официальных дилеров заводов-производителей. Механизаторов вывозят на сами заводы, чтобы показать не просто устройство трактора или комбайна, но и процесс их сборки. К ним в хозяйство приезжают конструкторы заводов и сервисные инженеры-дилеров. В процесс учебы механизаторов включились и Нижегородская сельхозакадемия, и Нижегородский инженерно-экономический институт, и два колледжа – Ордатовский и Работкинский, которые недавно перешли под эгиду Минсельхоза Нижегородской области. И надо сказать, что техника-то простая в итоге-то. Она доступная. Я все так говорю, что на эту технику можно медведя обучить, потому что не надо никуда особо-то влезать. А сегодня компьютер, который и джойстики, которые там у нас имеются, мы уже дома в быту это все имеем. Но очень мне нравится и еще другой подход. Если выходит трактор из строя, сегодня предприятие, которое продавало этот трактор, они даже выделяют другой трактор, пока того нет, и тот работает на замену. В общем, обновление сельхозтехники в Нижегородской области идет довольно неплохо. Мы, конечно, не дотягиваем до нормативных 10% в год, но уже близки к этому. У нас 9%. Но даже при таком довольно позитивном раскладе министр довольно критично оценивает ситуацию. Вот задача переоружения, она была серьезная и остается, потому что она еще не решена у нас. И я, честно сказать, озабочен, особенно озабочен тем, чтобы в связи с тем, что мы сейчас с кукурузой усиленно занимаемся, площади сейчас будут увеличиваться. Я скажу, что в разы кукурузу площадь увеличивается. Но мы отстаем по кормопроизводству, по технике. У нас техники мы не готовы к уборке на сегодняшний день, будущей уборке по кукурузе. Поэтому сейчас будем шаги предпринимать по покупке кормозаготовительной техники, значит, и Классской, и Джандировской. И наши отечественные сейчас в Ростове смотрим, они нам сделали предложение. То есть, ну, право будет выбора, конечно, за сельхозтоваропроизводителем. Мы не придерживаемся тактики и давления. У нас такого права-то нет, это во-первых. Но хотелось бы, чтобы каждый сам определялся из своих возможностей, а мы только будем в этом плане помогать. Покупка современной высокопроизводительной техники решает и еще один немаловажный вопрос. Кадровый. Но не хватает у нас сегодня механизаторов. Да и у тех, кто работает в полях много лет, уровень квалификации довольно-таки разный. Мы не умеем хорошо пахать. Мы просто не умеем. Наворочаем так. Вот полметра – это свальная борозда, и полметра глубина – это развальная борозда. Весной надо пустить культиватор в два следа, только чтобы заровнять все это хозяйство. Зачем нужна такая работа? Она совершенно не нужна. Особенно для зерновых минималка идет с прекрасным удовольствием, и за счет вот этих вот сроков получаем урожай нисколько не меньше. Минимальная обработка почвы не просто упрощает полевые работы. Она очень сильно экономит время, а главное – средства. Вместо пяти проходов трактора по полю при минималке нужно только два. Экономия налицо. Не случайно подавляющее большинство хозяйств уже перешли на эту технологию. Мы, допустим, в этом году к весне подходим совершенно безбоязненно, потому что 90% хозяйств района работают на минималке. То есть нам не нужна зябка. Нам она просто не нужна. Мы весной выезжаем с многофункциональными посевными агрегатами, которые за один проход производят лущение, посев, прикатывание, потом химическая обработка, если нужна подкормка и уборка. Экономии техники и экономии людей. И самое главное – людей. А сроки? Я всегда говорю, а сроки посевные мы должны засеяться за 10 дней. Что ты дальше уходишь, то ты теряешь, потому что ушла влага, значит, ты потерял урожай. По этой причине ряд хозяйств в Нижегородской области перешли даже не на минимальную, а на нулевую технологию земледелия. Это когда землю вообще не обрабатывают для посева. Сеет, можно сказать, в целину. Здесь вообще только посев, обработка средствами защиты и уборка. Экономия средств немалая. Но все эти технологии, снижая нагрузку на технику и на тракториста, увеличивают ответственность агронома. Вот кому работы при современных подходах к земледелию уж точно прибавилось. В классической технологии можно что-то вмешаться, как-то поменять. Здесь же в этой технологии, значит, любой твой просчет, он не меняется. И поэтому спрос со специалистов за соблюдение технологической дисциплины сверхжёсткий. Может, потому, что не хватает у нас в хозяйствах грамотных агрономов, что не хотят они переучиваться, и ресурсосберегающие технологии у нас внедряются не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Но, похоже, всё равно переходить придётся. Ситуации заставит экономика. Да и власть, как районная, так и областная, просто вынуждают отстающие хозяйства делать шаги в этом направлении. Каждое хозяйство приглашаем к себе, и эта работа вот уже начата и по 2014 году. Приглашаем группой руководитель, специалисты, начиная бухгалтер, экономист, агроном, инженер. И именно с технологическими картами, где описаны виды работ, где идёт затратный механизм, расчёты от КСМ, заработной платы, отчислений, и, в конце концов, себестоимость полученной продукции. Мы делаем анализ хозяйства за прошедшие три года. То есть берём 2011, 2012 и 2013 год. Цифры из годовых отчётов, которые они же нам и делают отчётность. То есть мы там ничего не фантазируем, мы только конкретику. И три года чётко показывают, куда движется хозяйство. Или оно идёт вниз, или оно катится на санках, или оно держится стабильно, или оно развивается. Цифры говорят сами за себя. Такой же подход в этом году и у областного Минцельхоза. Каждый район приезжает в область и отчитывается о планах полевых работ и видах на урожай. Приглашаем уже сегодня на рассмотрение весенней пассивной кампании. Начинаем с юго-востока традиционно. Глав администрации вместе с начальником управления. Во-первых, мы делаем анализ предыдущего года. Какие были недостатки. Что нам природа преподнесла. Какие сделать надо в семенном материале. Какие были недоработки. Технические какие-то вопросы возникли. Ну и, конечно, сам анализ должен быть. Потому что на местах виднее, что упустили и что ещё предстоит, как говорится, поправить. С одной стороны, вроде бы все хозяйства у нас сегодня частные. И власть не должна бы вмешиваться в их работу. Это их дело. Как работать? Что выращивать? На каких площадях? Но, с другой стороны, бюджет выделяет на сельхозпроизводство 5 миллиардов рублей. И власть вполне имеет право спросить, а насколько эффективно будут использованы эти государственные деньги. Хотелось бы, чтобы наши сельхозпредприятия не испытывали вот той неосведомлённости, незнания. И, значит, может быть, даже какой-то у некоторых возникает безнадёжность. Но вот это надо убрать нам в этот период времени. Прорабатываем все вопросы, связанные не только с обеспечением материально-техническим, но и обеспечением финансовым, как мы будем жить. Поэтому вот эта работа сегодня началась. Я думаю, что мы январём пропустим все хозяйства, всю зональность нашу соблюдать будем и север, и юг, и восток. И все пройдут они у нас, и у нас будет чёткое понимание, что ещё нужно в этих условиях сделать. Сделать до начала посевной предстоит ещё немало. Техническое вооружение, конечно, играет большую роль, но и другие заботы крестьянские со счетов не спишешь. Например, без хороших семян урожай не получишь. И семена вроде в области есть, даже с запасом, но распределены они, как в том анекдоте про среднюю температуру по больнице. Где густо, а где пусто. Есть вопрос по семенам. Конечно, мы имеем 110% наличия семян в целом по области, но по районам поддельным они распределены неравномерно, особенно по зонам. Вот сейчас идёт работа взаимообмена, покупки, доработки этих семян. Но как наша оценка в этом плане, она такова, что мы вполне справимся по севу, весеннему севу. Семена у нас имеются. Семян на предстоящей посевной понадобится как минимум в полтора раза больше обычного. Кроме того, что Минсельхоз каждый район нацеливает на увеличение посевных площадей, так ещё и озимые осенью посеяли лишь наполовину от запланированного. Дожди не дали. Ну, все знают эти условия. В воду не бросишь, деньги на ветер же не выбрасываются, это же деньги. Уже никто не сомневается, что придётся пересевать и часть озимых, которые всё же осенью посеяли. Виной тому, опять же, погода. Дожди, лившие практически до Нового года, повлияли на посевы самым пагубным образом. Конечно, точный анализ, точную оценку можно будет получить только весной. Но опытные агрономы уже сегодня говорят, что ничего хорошего ждать не приходится. В любом случае, лучше заранее подготовиться, поскольку весенний день год кормит. А таких весенних дней кормильцев на пальцах пересчитать. И, в первую очередь, будет ещё играть и взаимовыручка между районами и между хозяйством. Это немаловажный фактор. Но, как правило, на селе вот эта составляющая дружеская, она присутствует. И все это прекрасно понимают. И, конечно, будет использоваться потенциал агрохимцентра. И частично мы будем управлять в те районы, где мы видим, где надо именно поддерживать. Ну, в частности, вот в Починковский район. И опять всё упирается в техническую вооружённость. Опять же вспомним минувшую осень, когда, как мы уже сказали, и озимые не досеяли. Да и урожай-то собрали довольно скудный. По крайней мере, гораздо меньше, чем планировали. Да, основной причиной были затяжные дожди. Но ведь есть у нас хозяйства, которые даже в таких условиях собрали зерна больше, чем в предыдущие годы. Так что не во всём погода виновата. Ничего плохого в прошедшем году не вижу. Считаю, что год был нормальный. Самое главное, всё выросло. И корма, и зерновые, и картофель, и овощи. Да, год был тяжёлый. Но у нас каждый год какие-нибудь особенности приносит. И если так говорить, что да ещё не было ни одного сельскохозяйственного года, лёгко. И считаю, вот в этом году чётко показало, кто энерговооружён, тот урожай убрал и заготовил корма. И отсеялся, посеял зимы. И почву подготовил для следующего года. А кто был не энерговооружён, у того произошли сбои. И очень большие. Считаю, что обязательно нужно разобрать данные хозяйства, где плохо сработали. И чтобы они сделали положительные выводы. Ставка на хорошую многофункциональную технику, она именно сейчас, это время нам говорит об этом, что если мы не пойдём по этому пути, то мы просто останемся в стороне. Теперь о том, что будет выращиваться на нижегородских полях. Здесь практически всё традиционно, но всё же изменения в структуре посевных площадей есть. В первую очередь, в сторону увеличения зерновых. Ну, меняется то, что мы сегодня нарастили производство мяса птицы. По отдельным предприятиям оно выросло на 15-20%. Эта тенденция будет продолжаться. Значит, для этого нужно зерно. Способность в нашей области такой присутствует. Поэтому нам интереснее в целом, чтобы сохранить вот этот баланс положительный по зерну, особенно фуражному, хотелось бы, чтобы наши сельхозтоваропроизводители сделали уклон именно на зерновую группу. Посевы зерновых планируют увеличить за счёт увеличения площадей. И частично за счёт сокращения посевов рапса. Построить в регионе завод по переработке рапса пока так и не удалось. Планировалось, что кроме рапсового масла завод будет производить и ценнейший корм для животных – рапсовый шрот. Не сложилось. Потому понятно решение областного минсельхоза на перепрофилирование посевов на другие культуры. Корма-то животным всё равно нужны и с каждым годом всё больше и больше. Сегодня птицефабрики и мясокомбинаты, кто занимается свиноводством, свинокомплексы, они просят, чтобы мы организовали прямую продажу, то есть без всяких посредников. Это выгодно всем. Как и сельхозтоваропроизводителю, так и той птицефабрик, которая тоже не хотела бы иметь каких-то посредников или вести со стороны. С чем это ещё связано? Дело в том, что в последнее время африканская чума окружает нашу Нижегородскую область. Она идёт, она уже в Владимирской области. Тем более там была Лавгоград, Саратов. И оттуда доставить зерно уже в нашу местность – это проблематично. И опасно, и проблематично. И ценовой диапазон заставляет задуматься. А мы имеем серьёзные партии закупок. Поэтому увязать местные закупки, оно сегодня становится более привлекательным и более экономически выгодным. Решить эту задачу можно за счёт производства кукурузы. Причём не на силос, как это было раньше, а на зерно. Наши передовые хозяйства уже несколько лет подряд занимаются этим вполне успешно. И вот теперь уже многие заговорили о кукурузе как об альтернативе покупным широтам и жмыхам. Здесь особого переоружения не требуется. Дело в том, что вся технология выращивания зерна, там, пшеницы, и чмня, она аналогичная. По технике идёт и на выращивание кукурузы на зерно. Единственное, что надо купить, значит, адаптер, как мы говорим, надставочку, для того, чтобы убирать эту кукурузу именно на зерно. И мы такую же хотим сделать программу, значит, которая бы помогла сельхозтоваропроизводителям, те, кто будет заниматься, чтобы было это, во-первых, привлекательным, и ценовой диапазон снизится. Ну, и самый главный вопрос – финансовый. Как мы уже сказали, бюджет выделяет на поддержку села 5 миллиардов рублей. Из них 4,5 миллиарда пойдут именно на весну. Но основной источник финансирования хозяйств, за исключением, конечно же, собственных средств, это кредиты. А с их получением у многих сельхозпредприятий возникают проблемы. Для того, чтобы провести весеннее пассивное вовремя, нужны деньги. В данном случае, конечно же, просто так деньги никто не даст, нужны кредиты. А сегодня получить очень проблематично кредиты. Меняются условия получения кредитов, потом лимиты. Хозяйства у нас и так закредитованы, потому банки новые кредиты выдают неохотно. И тут опять вся надежда на Минсельхоз и областное правительство. Сегодня вопрос стоит о том, что о пролонгации, об отсрочке и выделении новых кредитов, которые позволяли, которые были бы доступны для наших сельхозтоваропроизводителей. Насколько мы информированы, должно быть на днях выйти постановление правительства Российской Федерации, где министром России было заявлено о том, что будет выделяться 15-летний кредит, субсидированный для сельхозтоваропроизводителей, на новой основе. Вот ждем, ожидаем. Это событие для нас очень важное, потому что у нас тоже свои кредиты есть, 8-летние инвестиционные, 10-летние инвестиционные, краткосрочные кредиты, 5-летние. Но сегодня банковский сектор, к сожалению, очень сложно у нас идет и по ряду банков, это связано с залоговой базой. Нет залоговой базы. Тем хозяйствам, которые не смогут взять кредит напрямую, областной минсельхоз предлагает кредитоваться по уже отработанной схеме, через перерабатывающие предприятия. Это когда кредит оформляет на себя переработчик, передает его хозяйством, а те, в свою очередь, расплачиваются за это в течение года своей продукцией. Но так или иначе, посевная начнется вовремя, и деньги в хозяйствах будут, обещает Алексей Морозов. Все поддержки, которые мы имеем в нашей Нижегородской области, к весенней посевной кампании, они будут выданы, как всегда. Есть понимание, есть уже, будем говорить, отчетность. 15 числа всех сельхозпредприятий у нас отчитываются. Сейчас свод делается, и после этого мы начнем финансировать. Это все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами сегодня. Продолжение следует...